23 августа, в день флага и накануне Дня Независимости, одесские полицейские пришли в областной центр переливания крови. Правоохранители стали донорами для наших солдат, которые сейчас поправляются в госпитале, и для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Для правоохранителей такие походы уже стали обыденностью. Кровь сдают и бывшие гаишники, и бойцы батальона полиции особого назначения областного главка. Мероприятия проходят в рамках месячника безопасности дорожного движения. Цель – снизить количество жертв среди пострадавших в ДТП. Также кровь нужна солдатам. Только сейчас в госпитале около 40 защитников Украины. Несколько дней назад была акция, прошло более 130 человек в Одесский припортовый завод. Но потребность крови ежедневная. Хотел бы сказать, я неоднократно говорил, что кровь сохраняется не более трех недель. Она чем свежее, тем она ценнее. У нас ежедневно большие запросы в ретроцитарной массе, в крови, в плазме. В основном нужна ретроцитарная масса. Плазма у нас в запасе есть, но ретроциты нужны постоянно. Близится у нас буквально завтра день независимости 25-го годовщина. И одно из направлений и задачи, для чего мы хотели эту кровь сдать, это для того, чтобы был резервный фонд для воинов-участников АТО, которые сейчас проходят лечение у нас в 411 окружном госпитале. Очень часто такие ситуации возникают, когда кровь нужна, ее нет. Сотрудники станции переливания крови не нарадуются на таких доноров. С ними всегда меньше работы, они организованы, знают о противопоказаниях. Они не боятся, стресса у них нет, в кровь ничего лишнего не попадает. Они приходят вовремя и спасают нас, спасают город. Почему? Потому что постоянные доноры – это всегда проверенные доноры. То есть мы реально знаем, что они уже активны и они чистые, понимаете? И мы сможем выдать их кровь. Плюс они организованы количеством приходят, и это тоже очень большая выгода для нас. Меньше идет на утилизацию крови, мы ее в основном выдаем. Поэтому для нас это лучше, чем первичные доноры, когда приходят. Врачи отмечают, довольно много стало аварий на наших дорогах. Это подмечает и полицейский. Кровь они сдают в том числе и для своих, в кавычках, подопечных. Есть, конечно, виновные, есть ДТП, есть не много разницы. Они все люди, им надо помогать в случае права, неправа в ДТП. Есть и пассажиры, и дети, всем надо помогать. А мы напоминаем, перед сдачей донорской крови стоит воздержаться у потребления жирной пищи, курения, категорически неприемлемый алкоголь, антибиотики. При прохождении анализов потенциального донора проверяют на различные заболевания. Так что донорство – это не только возможность спасти чью-то жизнь, но и отличная профилактика собственного здоровья. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг».